Всем привет! Меня зовут Виктория, я тренер по IELTS и это видео о том, как нужно писать описание графиков для IELTS, для того, чтобы получить максимально высокий балл. Итак, первое, с чем нам нужно ознакомиться, это стипенография. Вот, например, да? То есть, самый распространенный это у нас line chart, то есть линия. Это у нас pie chart, да, от слова pie пирог. Это у нас bar chart, да, то есть бар, как шоколад. И это у нас diagram. Кроме них у нас еще есть tables, таблички и смешанные типы графиков. Смотрите, для описания этих графиков нам необходимо знать специфические слова. В моем бесплатном курсе подготовки IELTS на сайте, в папочке graphs или графики, да, вы найдете вот такой вот полосатый файлик. Это у нас слова для описания графиков, да, то есть, изначально нам нужно его выучить. Ну, можно поступить проще и быстрее и выучить вот эту картинку, да, то есть, движение вверх у нас описывается словами, да, go up, increase, rise. Движение вниз у нас описывается, go down, decrease, decline, да, то есть, если у нас на месте остается remain steady, если вот такое вот движение, это fluctuate, да, то есть, вот нам нужно, в принципе, запомнить для начала вот этот блок. Дальше нам нужно научиться его соединять с наречиями, да, то есть, increase, то есть, подняться вверх, да, можно sharply, quickly, rapidly, or steadily, oh, господи, steeply. Если, ну, такой, более пологий подъем, да, то considerably, substantially, или significantly. Если вот так вот, то go up steadily, gradually, moderately, да, если вот так вот, то rise slightly or slowly. Да, то есть, и кроме этого, нам, конечно же, неплохо было бы научиться использовать глагол и существительное. Например, the figure rose, да, то есть, цифра выросла, the figure rose, или существительное, there was a rise, да, был подъем. То есть, в принципе, все их вы найдете в файле KERN, слова для описания графиков. Итак, что мы делаем дальше? То есть, выучим им слова для описания графиков. И дальше пробуем их использовать на вот этом графике, да, он там есть и в примерах, и вот так вот просто картинкой. То есть, смотрим, да, this figure fluctuated, да, fluctuated during the period, this figure remained almost, almost steady, да, this figure increased slightly, then dropped down significantly, after that rose substantially, and then went up slowly, да, то есть, описали. И вот эта вот последняя линия у нас, что там она у нас сделала, опять же, rose sharply, and declined substantially, да, и кроме этого у нас есть вот эти вот две точечки, пик, да, то есть, ну, вот как пик горы, вершинка, и bottom, да, то есть, the figure bottomed out, да, то есть, достигла дна. Смотрите, что дальше мы делаем? Дальше мы вот это все описываем уже в графике, со всеми деталями, с цифрами, с числами, с единицами измерений и так далее. Смотрите, для графиков особых таких шаблонов нет, но у нас есть вступление. Вступление – это о чем данный график и какие единицы измерения. Дальше основная часть – вот описание вот этих вот всех линий, да, то есть, с цифрами, с датами, с синонимами, в общем, со всеми деталями. И заключение, вывод у нас – это, ну, как бы сравнение вот этих всех четырех линий, то есть, и вывод основной тенденции. Вот давайте смотрим на примере данного графика. Что я написала? The line graph shows number of viewers of channel 1 per day in millions during one year. Да, то есть, я прочитала вот здесь, что это channel 1, вот здесь millions of viewers, и вот здесь вот прочитала, что у меня месяцы, да, то есть. Дальше у меня основная часть. То есть, первым я описываю график, вот этот вот нижний. The figure for 1 pm news remained steady over the period at 1.3 million. То есть, следующий у нас вот этот график, да, то есть, half past 9 pm news. The number of viewers for half past 9 pm news rose slightly from January to May, from 3.2 to 3.8 million. After that, it plummeted, да, and hit the bottom in August at 1.1 million. There was significant increase during next month, and the figure went up steadily till the end of the period. Следующий у нас вот этот вот график идет. On contrary, the viewing figure for 11 pm news, which was introduced in May, rocketed, да, то сказать, rocketed, and reached its peak at 4 million. And then, well, in August, okay. After that, there was a considerable deterioration until the end of the period, and in December it fell below 1 million mark. That deterioration and fell below 1 million mark. Окей, следующий, последний у нас вот этот. Так, the 6 pm news started the year at 4.8 million viewers and fluctuated over the period, showing downward trend, and this figure accounted for 3.3 million at the end of the period. Так, и закончилось на 3 миллиона. И дальше, вывод я сравниваю, то есть основные тенденции указываю, уже без цифр. To sum up, 6 pm news was and remained the most popular over the period in question, да, то есть вот это вот. While 1 pm news was the least popular, это вот это нижнее. Moreover, the decline in popularity of 9, of half past 9 pm news, это вот этого, can be attributed to the introduction of 11 pm news, это вот этот график. Да, то есть, что я сделала, еще что я использовала для того, чтобы получить максимальный баланс. Я использовала, конечно же, я писала синонимами, вот, например, the figure, да, то есть перефразировала, number of viewers, viewing figure, в принципе, все. Дальше, повышение, да, я писала, rose slightly, slight increase, went up steadily, там, rocketed, reached its peak. Что там уже? Окей, ладно, наоборот, вниз, когда я описывала движение, я говорила, show downward trend, fell below, deteriorated, plummeted, hit the bottom. Да, то есть я использовала максимум синонимов, не повторялось. Ну, кроме того, я, конечно же, использовала много слов-связок, ну, не так уж много, on contrary, more over, да, то есть по возможности. Период тоже я говорила, one year period, over the period, period in question и так далее. И, конечно же, я старалась использовать существительное глагол, существительное глагол, чтобы непостоянно не повторяться, да, significant increase, increased significantly. Окей. То есть больше примеров описания графика вы найдете в моем бесплатном курсе, ссылочка на сайт под видео. Более сложные такие примеры с синонимами для описания и более детальной проработки вы найдете в моем полном курсе, там же на сайте. Спасибо. Спасибо.